Представляем вам опыт Юнга, или эксперимент с пропусканием частиц через две щели. Это самый знаменитый эксперимент в истории физики. Его повторяли больше, чем другие эксперименты, потому что у него такие странные результаты, что все ученые хотели повторить их лично и получить эти результаты лично. И он сообщает нам важные сведения о природе реальности. Точно так, как греки сообщили миру еще за 200 лет, что Земля круглая. И не так сложно до этого додуматься. Достаточно посмотреть на тень Земли на Луне, и мы видим, что эта тень не прямая, а полукруглая. Значит, Земля – сфера. Это же очевидно. И когда от нас уплывает корабль, мы видим, что он не исчезает в точку, а постепенно уходит в воду. Сначала видим корабль, потом мачту, потом флаг на мачте. Значит, мы можем сделать измерение, которое скажет нам о том, что Земля – это сфера. Но 200 лет назад люди говорили, это невозможно, просто невозможно, в этом нет смысла. Если бы Земля была в сфере, вся вода просто вылилась бы по краям. Океаны бы исчезли, все и все оказалось бы внизу Земли, и потом бы упало вниз. Это была причина, почему это не имело смысла. 200 лет назад мы знали, что Земля ведет себя как сфера, но никто не мог поверить тому, что она по-настоящему сфера, потому что это не имело смысла. А дело в том, что люди не знали о гравитации. Как только приняли концепцию гравитации, то стала, возможно, круглая Земля. Примерно такая же история этим опытом Юнга. Прошло почти 100 лет, видимо, около 90 лет с того времени, когда этот эксперимент провели в первый раз. И с тех пор мнения, в общем-то, не изменились. Результаты эксперимента не имеют смысла. Эксперимент не имеет смысла. Должно быть какое-то объяснение. Современные ученые просто называют это необъяснимым странной наукой. И они опустили руки в попытках объяснить этот эксперимент. Он просто не имеет смысла. Это невозможно. Никто никогда не разберется в нем. Но мы сейчас покажем вам, и вы все прекрасно в нем разберетесь. Итак, вот что происходит. И я сейчас объясню вам, почему это такой знаменитый эксперимент. Изначально мы знали, что если волна попадает в барьер, в котором есть два отверстия, две прорези. И это эксперимент с двумя прорезями. Верхний рисунок. Волна ударяет в барьер, и ее энергия проходит через два отверстия. И расстояние от этой точки до верхнего отверстия меньше, чем расстояние до нижнего отверстия. Правильно? Это очевидно. Если обе волны придут в точку в одинаковой фазе, одинаковые гребни, одинаковые донышки, то разница в расстоянии будет кратно длине волны. В такой точке у нас будет пятно света. А если волны придут в противофазе, у одной гребень, у другой донышко, то в результате будет нолик, и мы получим темное пятно. В результате мы получаем интерферационную картинку, чередование светлых и темных пятен. И это было известно уже несколько десятилетий. Интерферационную картинку знали в течение нескольких десятилетий. И тут Эйнштейн проводил эксперименты и объявляет, что свет состоит из частиц, называемых фотонами. Другие ученые сказали, если это фотоны частицы, то мы должны получить картинку такую. Если частица проходит через отверстие, она идет по прямой линии, и тогда мы бы имели два пятна света. Это типично для частиц. Частица всегда идет по прямой линии, если на нее не воздействует другая сила. Это второй закон. Итак, возникла проблема. Верхняя картинка, реальность, не была похожа на частицы. Итак, что же это было? Чтобы узнать, провели эксперимент. Ученые выстреливали фотоны по одному и ожидали увидеть картинку такую, как снизу. Но увидели интерферационную картинку такую, как сверху. Ученые удивились результатом и решили, что что-то странное происходит в отверстиях, там, где электрон пролетает через отверстие. И они решили установить обозначенные красным детекторы, которые фиксировали, через какое именно отверстие пролетает фотон. Детекторы исправно фиксировали, через какое отверстие пролетает фотон. Через верхнее или через нижнее. И в результате получили рисунок такой, как снизу. Два пятна света. Получалось, что если убрать детекторы, то мы получаем интерферационную картинку. Тогда ученые решили, что дело в детекторах. Кроме того, ученые обнаружили эффект квантового стирания. Например, мы записываем данные детекторов и записываем данные с экрана, как мы получаем картинку. Но мы не смотрим на данные, ни на первые данные, ни на вторые. Если мы посмотрели на данные датчиков, мы получаем картинку как от частиц. Если мы уничтожим данные датчиков и посмотрим потом на данные экрана, получим интерферационную картину. Становится очевидным, что реальность необъективна. И это опыт Юнга. И поэтому он столь знаменит. Он показывает необъективность реальности. Мы рассмотрели, что произошло. А сейчас я расскажу, как это объяснить. Для объяснения интерферационной картинки фотон заменили облаком вероятности. Посмотрели на интерферационную картинку, на этот график и решили, что он похож на распределение вероятностей. Скажем, у фотона есть разная вероятность попасть в разное место. Есть определенная вероятность, что он попадет сюда, определенная вероятность, что он попадет сюда. Но это общая схема. И вот это часть этой вероятности. И она идет от зеро до инфинни. И вероятность эта вероятность отверстия. Ну и скажем, определенная вероятность проходит через это отверстие. Другая часть вероятности проходит через это отверстие. И когда они совмещаются, получаем интерферационную картинку. В большинстве ученых это объяснение показалось плохим, но оно оказалось столь мощным, что стало основанием квантовой механики. Основание квантовой механики в том, что частицы это распределение вероятностей. Про нижний рисунок ученые говорят, что измерения заставляют волну вероятности коллапсировать в физическую частицу. Так мог бы сказать Бор или Хайзенберг. Получается, что как только мы измеряем, наша волна вероятности превращается в частицу. Частица может только лететь по прямой. В физике есть еще термин «проблема измерений». И некоторые считали, что само измерение создает частицу. Хотя, конечно, это не так. Иногда говорят, что сознание создает частицу. Этот взгляд тоже ошибочный. Ключевой момент – это доступность информации. Доступность информации. Если у вас есть информация, через какое отверстие прошел фотон, то он должен и вести себя как частица. Если же отсутствует информация, через какое именно отверстие пролетел фотон, то мы получаем интерферационную картинку. Объяснение. Дело в том, что мы столкнулись с виртуальной реальностью, основанной на информации. Эта реальность должна быть последовательной реальностью. Надо исключить такие случаи, чтобы через дверь мы могли сегодня выйти в Миннесоту, а завтра в Алабаму. И так в результате получается, что если у нас есть информация, что это частица, то и результаты эксперимента как от частицы. Если же отсутствует информация, что это частица, то результаты экспериментов как от волны. Это вопрос последовательности в виртуальной реальности, основанной на информации. Итак, мы видим, что вопрос в доступности информации. Ведь если у нас есть информация про фотон, то будет непоследовательно получить интерферационную картинку. И причина в этом. Ученые продолжают проводить эксперименты по квантовому стиранию. Последний, о котором я слышал, был опубликован в 2000 году. Это был прекрасный эксперимент, который отмел все предыдущие придирки к процедуре экспериментов. Критики говорили, что измерить, где прошла частица, вам надо ударить частицу какой-то энергией. И вот этот энергетический удар, он и заставляет частицу превратиться в волну вероятности. Это не так, потому что иначе мы не могли бы делать квантовое стирание. Мы знаем, что это не так, но так или иначе, в этом эксперименте эти придирки были отметены. И вот в 2000 году они ухитрились так провести эксперимент, что не затрагивали сам фотон. Они ухитрились измерить, не взаимодействуя с ним. Очень элегантный эксперимент. Итак, в этом эксперименте проводилось квантовое стирание. Стирание происходило с самой квантовой механикой. Это было отложенное стирание. Данные собирали, а потом стирали. И если стирали данные, то получали дифракционную картинку вместо двух пятен света. Поговорим о квантовом стирании. Я вам сейчас предложу мысленный эксперимент. Это не настоящий эксперимент, а мысленный эксперимент, чтобы вам было легко следить за ним и понять. Предположим, мы провели 102 эксперимента. Другими словами, у нас есть данные, через какое отверстие пролетел фотон, и есть данные, какая получилась картинка на экране. В течение двух часов получаем данные и храним их в компьютере. Мы возьмем данные с датчика в первом эксперименте, положим в маленький конвертик и подпишем. Возьмем данные с экрана в первом эксперименте и подпишем, тоже в маленький конвертик. И эти два маленьких конвертика в большой конверт эксперимента. В результате мы получим 102 больших конверта, в каждом из которых будет два маленьких конверта. В одном будет данные с детектора, во втором маленьком конверте данные с экрана. Так, чтобы нам было понятней. Проводим эксперимент 102 раза, и так как мы делаем по нижней схеме, то мы всегда ожидаем 2 пятна света. Закончили 102 эксперимента, взяли первый конверт, посмотрели на данные датчиков, посмотрели на данные экрана, правильно, подтвердилось предположение. Взяли последний эксперимент, посмотрели на данные датчиков, посмотрели на данные экрана, совпало с нашим предположением. Раз первый и последний эксперимент подтвердили наше предположение, мы предполагаем, что и все остальные подтвердят наше предположение. Подойдем к квантовому стиранию. Итак, у нас осталось 100 конвертов. Перемешаем эти конверты случайным образом и случайно разложим их в две стопки, по 50 конвертов в каждой. Посмотрим на данные детекторов в каждом из больших конвертов первой стопки. В результате, в конвертах с данными экрана, мы у всех увидим поведение частиц. Из второй стопки конвертов мы излечем все конвертики с данными детекторов и уничтожим. А теперь откроем конвертики с данными экранов, и на каждом из них будет интерферационная картинка. Вот это и имеется в виду под отложенным стиранием. И вы задумаетесь, как это могло произойти? Эксперимент мог произойти 10 лет назад, 20 лет назад. Не имеет значения. В реальных экспериментах длина времени, скажем, 10 нс. Но это не имеет значения. Если можете за это время, то можете за любое. На первый взгляд кажется, что в зависимости от ваших манипуляций с данными, изменяется картинка на экране. Либо нижняя, либо верхняя. Но это лишь потому, что вы верите, что живете в объективной реальности. В статистической вероятности на реальности результат еще не получен. Потому что вы не заглядывали в данные и не знаете, каковы они. В объективной реальности вы верите, что вы должны получить результат нижний. А потом вдруг каким-то волшебным образом получаете верхний результат. Но в этом нет никакого волшебства. До тех пор, пока на данные не посмотрели, они не существуют в нашей реальности. Потому что мы живем вероятностно реальным. Если вам кажется, что я говорю о невозможном, это потому, что вы выросли и были воспитаны в концепции объективной реальности. Вы верите, что мир устроен таким образом. И это объяснение не имеет смысла. Точно так, как раньше людям казалось, не имеет смысла концепция круглого земного шара.